Так, поставили опс. Опа, ловля. Стан в землю, но это будет убийство, потому что есть фингер, хочет его разрядить. Твою мать, а в чем была твоя про... Они не договорились? Я не понимаю. Это, ну, это ошибка второго звезона. Просто нажми крутилку, нажми мув на Бэтрайдера, он умрет. Это просто всаждил ульт. Ну, типа, даже если бы он его с ультом убил, я бы уже сказал, что ты делаешь. А он его не убил. Это просто жесть. Это, это, ребята. Что это команда в первом дивизионе делает? Вот так спрошу. Так, опять убивают ДМа. Хватит? А, тут много людей. Продлили. Вот, кстати, Пакчемпы, это ребята одни из немногих, кто пытаются доебаться до ДМа. Потому что ДМ, он почему и разъебывал? При том, что он номинально, наверное, можно его назвать слабым звеном в команде, если уж и есть такое понятие в командной игре, то слабый звеном в команде ВП, наверное, он. Он почему разъебывал? Потому что ему давали эту кастрюлю в первой фазе, и он стоял на фрилейне, и на него не нападали, он всегда был на фрифарме. Здесь уже мы видим второе нападение на эту кастрюлю, и чуть ли оно не завершилось успехом. Ну, просто это совсем довольно наглое место для того, чтобы убивать врага, столь плотного, как Тимбер, 1500 хп, худ, стики. Пытаются давить на это. То есть многие команды просто банят Тимбера против ВП, чтобы не было такого чит-кода для них, что берут они ДМу в первой фазе Тимбера, и все хорошо. Вот на этом варде можно было понять, что тут опс. Потому что, ну вот, если IQ подрубать хоть немного, и вот у вас у ВП есть опс, и вы видите, как шли скелеты, и они пошли вот туда, при том, что ВК не пошел вот туда, значит, тут вижен есть, и он пошел вот на этот спот. И вы тебе должны это раздевардить, но за этим следить надо. Но хотя на миникарте это видно в целом. Типа, вы же видели, как ВК отсюда пошел сюда со скелетами, а потом скелеты поперли вот сюда. Это значит, что у них вижен на хг. А, они пошли в смог. Это вообще что-то третье. Ладно, это выход, это выход, видимо, вот сюда. Но они увидели Джаггеру, кинули стан из ВК, и он не среагировал? Японский магнитофон. Я, когда увидел летящий стан в Рейс Кинга в Джаггера, я подумал, ебать вы сейчас смог потеряете бездарно. А нет, он просто не нажал крутилку. При том, что времени было много. Ну, блин, я не знаю, это что за хуйня. Это уже второй довольно крупный косяк от Эпилептика. То есть, как бы, будь какой-то другой игрок, я бы не доебался до вот этого момента. До Бэтрайдера бы доебался, там где он ульту нажал. Там, понятное дело, очевидный косяк любого игрока. Но вот это косяк для игрока уровня Эпилептика довольно сильный. Там времени было, ну, полсекунды минимум среагировать. Потому что Кираса дает тебе возможность забирать здание быстро. У вас с уроном по зданиям такая, блин, все-таки беда. Типа только ВК и скелеты. Начинается драка. Блин, по-моему, что-то не очень удачно начинается для пакчемпов. Там все еще живет господин Саегой. Умер Саегой, господин умер ВК один раз. Так. Джаггер бескрутил его четыре секунды. Убьют ли они его? Блядь, как неудачно залить. Неудачно, сука. Он умер. Слава богу. Так, в Глимере живет. Блядь, но они сдохли все равно всей толпой. И ты сдох. Пизда. Блин. 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 Там копье пролетело между деревьями далеко. И неудобно было добить, но они все-таки добили его. Ну, как-то... Давайте пересмотрим. Все равно тут долго еще ничего не будет происходить. Пересмотрим, с чего вообще все началось. Все началось с того, что Бет быстро помер. Вот, есть Бет с блинком. Смотрите, вроде... А, вот почему. Потому что в смоке ВП вы не видите этого. Вы, типа, готовы нападать. Вы видите одного вот дема, и вы, типа, летите на дема. Но здесь опом мужик такой хуяк. Спалил их смок. Ну, они, вернее, спалились, а он этого еще не знает. О, увидел. Прыгнул. Схватил Леона. Молодец. Марс. Отлично. Слушайте, начало-то драки в целом выглядит сексуально. Ульти Джаггер в Бэтрайдера. Ведь доктора можно ебнуть сходу. Правильно. И Леона также можно было ебнуть сходу, но как-то так, блядь, вышло, что Леона он вытолкал за за арену и в итоге Леон умирает очень поздно. Там уже у Марса лица они. Короче, а знаете, в чем дело, на самом деле? Вот в этом вот героя. Вот опять дему отдали Тимбера в первой фазе. Они его пытались убить один раз, убили. Пытались убить второй раз, уже не убили. И вот теперь этот монстр 6-1-5 летает по драке, его бить всем максимально в падлу, а урона он носит миллион. И в итоге за счет него они драку и выиграли. Его никто не трогал. У меня тут будет этот. Fight Recap. XP Change. Урона 17 тысяч. 17 тысяч, блять! Один тимбер. А все начиналось с того, что они хотели его всей тимой убить. И они бы убили. Но тут ребята были в смоке, и они были спалены, и надо нападать на них. И вроде хорошо напали, но вот поэтому я и думал, что ВП выиграют. У меня даже до этой драки чувство такое было, что выиграют все-таки ВП, несмотря на то, как все происходит. Потому что это их, это их зона. Они на мажоре почему сыграли плохо? Потому что они играли с командами Тир-1 уровня мировой, которые задают очень высокий темп игры. они очень хороши в ситуации, где они играют от таймингов своего кора. Где кор просто выфармливает свои вещи и реализует свои пики силы. А как только им навязывают свою игру, и кора уже так не может и не поспевает или мешает ему фармить, начинаются проблемы. Но в этой игре у него был фул фрилейн, быстрый БФ и все такое. Даже несмотря на два обсера здесь с бетрайдером, а здесь с крутилкой, он все равно бегает и разъебывает. Вот у него счет типа 2-2-7, да? Ну, это типа если кора 2-2-7, скорее всего что-то у него не так в этой игре. Но он все равно бегает топ-1 по нетвор, обходя на 2500 ВК, у которого тоже все было хорошо. Вот поэтому ВП и, блин, они хороши в СНГ-регионе, потому что они навязывают свой темп игры и врагам нужно от этого плясать. А враги, вот они вроде пытались навязать свой темп игры, нападая на ДМа, но он играет на имбо-кастрюле, которую все команды банили против ВП, потому что нападать на него сложно. Он живет, собака, и вся команда приходит и дает сдачи. А вы уже все скиллы в него потратили. Поэтому все команды поняли рецепт против ВП. Вы навязываете им свой темп и не даете ДМу Тимбера, чтобы он не бегал жирной кастрюле, которая еще и всех... 12-1. Ну, вот, кстати, я... Насколько же я в рот ебал к Текису? Ну, типа, если играть в доту, ты реально ненавидишь его. Ну, это просто тварь, которая руинит игру. И, типа, даже... Даже не только в нем дело, а дело в том, что он негативно влияет на тиммейтов, и игра руинится не потому, что он в игре, а потому, что тиммейты на него смотрят от того, что он там что-то не так сделал, или там недостаточно импакта внес, или не тот импакт, который ждут от стандартной четверки внес, и все сразу по пизде идет. Типа, даже не в том, что герой хуйня, а герой сильный, очевидный. Но он просто не такой, и он руинит паблики вот этим своим присутствием. Вот он меня бесит. Чисто поехали. Один милишник, один ранжевик, и... Неудачно получилось, что могу сказать. Рубить сейчас еще можно. Попоры. Какая досада. Этого бы всего не было, если бы он суицидом попал в... в тролля. Он бы и в сайленсе был, топоров не дал сразу, и урона бы ему нанесли, что его бы просто Марс убил. Такие дела. А, ну все. Поиграли с Текисом, ребята. На Текисе сдохли, тут сдохли. В принципе, это уже, это уже заруиненная игра для Текиса, если честно. Если ты вот так вот помер, и враги левел 2, а ты левел 1, это уже подзаруиненная игра. Ну, а вот че, а вот знаете, а вот, а вот какой вот мой был совет после первой карты команде Пакчем? Вы ж помните. Играйте, как играете, вообще все заебись, ребят. Просто забаньте Тимберы, и все. Они в итоге что-то... Ой, а давайте Течку, ой, а давайте опять отдадим Тимберы. В итоге наш уже Шторм жрет от Тини. И, короче, поплыли, вот именно максимально поплыли так, как типа номинально на бумаге они и должны были поплыть во глазах общественности. Типа команда 2-го дивизиона против Virtus.pro. При том, что по первой карте не было такого, по первой карте было все ровненько. Не, это пизда, тут я не верю, я, ну просто, опять этот Тимбер, просто машина. Я не хочу эту игру смотреть, честно, тут просто будет разъеб. Я в геогеса, мужики, это пиздец. Субтитры сделал DimaTorzok